Итак, самое доброе утро. Сегодня у нас 7 декабря, а может 8. Скорее, 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 скорее. Ой, счастье! Ой, какое счастье! Боже мой! 10 часов утра, 11 уже. Иди, иди. Я так поздно встала. Я опять не спала полночи. У меня ночью самая работоспособность проявляется. Давай, 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 давай. Муж мне говорит, муж мне говорит несколько дней назад, что ты хочешь на Крисмос, на Рождество, какой подарок? Я говорю, дай мне немножко денег, я добавлю и куплю себе новый компьютер. А, опять новый компьютер! У меня муж такой старой закалки, он очень не любит вообще новых вещей каких-то в доме. Он не любит много, но я тоже не люблю много вещей в доме. У меня так, две кастрюли, три сковородки, всего понемножку. Я не люблю, когда всего напихано, напечкано. У тебя же компьютер рабочий. Я говорю, он рабочий у меня компьютер. Но он уже старый, в нем памяти не хватает. Тем более я работаю уже с ним как профессионал. Ну, и говорю, Windows 7 надо, 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 то есть в моем компьютере нет этого Windows 7. Я когда-то пыталась попросить, дать мне, может быть, кто-то мог бы дать мне какой-то ключ, мне там какие-то ключи присылали. Я сама находила эти ключи, но все-то не работает. Короче говоря, компьютер уже почти приказал долго жить, хотя он работает. Я говорю, давай так, давай мы подключим мой компьютер навсегда к нашему телевизору. Я купила этот connection шнур и будем вместо этого дурацкого телевидения американского. Потому что рекламы просто. Мы вчера смотрели фильм, на два с половиной часа растянули фильм. Потому что полтора часа была реклама. Это двинуться мозгами можно. Через каждые пять минут останавливается и десять минут рекламы. Это просто невозможно. Я говорю, это никакие нервы не выдержат. Ладно бы разная реклама была. Одна и та же реклама. И вот через каждые десять минут это просто идет какое-то зомбирование. Мы отключаем звук в этот момент, но все равно надо десять минут, надо что-то делать. Я за книжку хватаюсь. Он бежит сигарету выкурить. И вот так вот вместо того, чтобы смотреть, потратить час на просмотр фильма, мы потратили два с половиной часа. Я говорю, давай, хватит уже. Давай отключаемся от этого телевидения. Будем экономить пятьдесят долларов каждый месяц. У нас такая минимальная, минимальное число каналов у нас на пятьдесят долларов. Потому что если платить больше за сто, там будет больше. Но все равно там основная масса каналов, какие спортивные каналы, которые мы не смотрим. И очень много каналов по продаже, телевизионные продажи. Это вообще двинуться можно мозгами. И плюс к этому там десятки религиозных каналов. Но пока что-то найдешь, это просто, я говорю, что это невозможно. Я ему говорю, давай, все, мы забываем про этот телевизор, расторгаем договор с Дишнетворк. Хватит. И будем смотреть с тобой только Ютюб. В Ютюбе есть масса фильмов. И русских, и американских, и каких угодно. Все, что угодно. Кроме этого, не только в Ютюбе, в интернете масса доступных кинотеатров онлайн. Чего только там нет. И вот он со мной согласился. Я говорю, все, тогда я покупаю себе новый компьютер с памятью терабайтс. А то и 2 терабайта, а то и 2 терабайта. Правильно я говорю, неправильно терабайтс. Наверное, правильно. И вот он мне дал. Ну хорошо, он говорит, я тебе дам 300 долларов. Ну устал уже вытаскивать деньги. Ладно, 350. Да давай уже 400. Что там? Он мне дал 400 долларов. Я сейчас найду компьютер себе хороший. Ну и доложу, конечно, свои. Ура, ура, ура. Как я люблю компьютеры. Как я люблю новые телефоны. Я вообще вот эту технику все просто обожаю. Я, наверное, родилась с компьютером в зубах. Хотя в тот момент, когда я родилась, компьютеры мне даже не пахло. О них вообще никто даже и не знает, куда ты едешь. Тем более сейчас скидки, скидки бешеные под Рождество. Скидки, скидки, скидки. Вон к тысяче, сегодня суббота. Вон тысячи, тысячи машин едут впереди меня на, этот, на большую шоппинг-плаза. Waterford Lakes. Там есть Best Buy магазин. Это мой любимый. Я туда захожу, я там растворяюсь в этом магазине. Я пока все не перепробую, не перещупаю. Я всех спрашиваю, какая новая камера, какие новые. Все новинки, все-все-все, хожу, спрашиваю. Про меня там уже, во всех магазинах меня уже знают. Так вот, сейчас я куплю себе новый компьютер. Какое счастье. И вот я хочу сказать, богатые люди, у которых есть все, абсолютно все. Ведь они так не радуются покупке чего-то нового, как радуемся мы, вот простые люди, но которым всегда чуточку денег не хватает. Это какое счастье, вот так вот вымочить, выгадать, выпросить, можно сказать. Я бы давно купила себе новый компьютер. Но муж у меня такой, что я же говорю, что он, во-первых, где деньги взял. Во-вторых, у тебя еще старый хороший. Как я помню, когда я подключалась к телефону, я когда только сюда приехала, в 2005 году, ну тогда еще, ну скайп уже, скайп уже, по-моему, был, был уже скайп. Ну, в общем, я звонила домой по карточкам. Я покупала эти долбаные карточки, пока этот код наберешь, пока там какая-то разводиловка еще на этих карточках была. Я ходила в банк, разбиралась, говорю, вот я заплатила за карточку и не получила. Они, ну, в общем, возвращали мне эти деньги. Ну, была какая-то фигня. Я нашла сайт, называется, забыла сейчас, сейчас забыла. Короче говоря, сайт, хороший телефонный сайт. Я подключилась к этому сайту, не спрашивая у него на междугородные звонки. И это стоило совершенно бесплатно. И я могла звонить бесплатно. Все междугородные звонки по Америке бесплатно. И в Украину это стоило, по-моему, 7 центов за минуту. Тогда это был хороший, хороший прайс, великолепный просто. И когда мой муж узнал, что я переключила, поменяла компанию по международным звонкам вот на вот эту, на стартик, стартик, ага, на стартик, была буря. Я говорю, ну, что ты, ну, я ему объясняла, объясняла, ты пойми, я просто таким образом экономлю деньги. То есть я что хочу сказать. Вот люди старой закалки, они очень, очень трудно принимают что-то новое. Ну, собственно, как и я тоже. Когда ввели, когда YouTube вводит нововведения какие-то, мне всегда очень трудно, я всегда против этого. Но на самом деле оказывается, что они все-таки все это правильно делают. С какой-то причиной просто в этом надо разобраться, и принять, и научиться с этим работать, и с этим жить. Так вот, когда Google ввел вот этот Google+, когда с этими комментариями это двинутся, я до сих пор еще до конца не разобралась. Я нашла способ, как находить комментарии. Я просто вбиваю у себя на канале номер моего видео, или название видео, оно у меня вылезает, и там сбоку я открываю комментарии, так, чтобы не открывать свое видео. И там я уже на них отвечаю, либо я их подавлю. Ну, вообще ужас какой-то. Но, тем не менее, новшество, конечно, замечательное. Плюс к этому у меня Google Chrome, я его тоже обожаю. И там, оказывается, в Google Chrome есть магазин. Я закачала себе бесплатные программы три. Я покажу, я сделаю видео. Ну, не знаю, когда у меня времени не хватает. У меня на все это не хватает. У меня просто не хватает. Меня на все не хватает. Времени у меня, конечно, много. Я время научилась останавливать. По-настоящему останавливаю время. Если раньше, допустим, утром просыпаешься, бах, уже надо в постель вечер. Или смотришь, сегодня понедельник, завтра просыпаешься, уже пятница. То теперь я научилась останавливать время. Это очень просто. И у меня теперь дни длинные, 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 длинные. Но все равно мне этого дня не хватает с тем, чтобы все сделать. Иногда хочется лечь днем поспать, но вздремнует минут на 20. А не получается, потому что так много всего надо сделать. Так много всего надо. Потом на меня нахлынуло вот это с этими поделками, с этими картинами. Что-то вдруг снова проснулось, с этими какие-то что-то. Что-то творится, 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 творится. Внутри, не знаю, аж какой-то взрыв эмоций, какой-то взрыв новой жизни. Я не знаю. Я не знаю, что это происходит. Во Вселенной что-то происходит. Вселенная что-то мне хочет сказать. Так вот, сейчас я засниму весь процесс, как я покупаю новый компьютер. И опять-таки, проблема с компьютером. Я когда подсоединила свой компьютер к телевизору, я нашла все, нашла, все показывает, но у меня звука нет на телевизоре. Не знаю почему. То есть я включаю звук на компьютере и смотрю все по телевизору. Тот же YouTube. Ну, я разберусь. Я разберусь. Вчера потерялся у меня звук на хроме. То есть у меня несколько, как это, как их назвать? Несколько, как их назвать? Хром, это что? Это опера, хром. Как они, как их назвать? В общем, у меня их несколько. И вчера кинулась, у меня вдруг на хроме пропал звук. Везде есть звук на всех других. Как же они называются? А на хроме нет. И уже 11 часов вечера, Дуглас, мне, ну иди уже спать. Я говорю, да подожди, я не могу лечь спать, пока не разберусь, пока я не найду в чем причина. Я так и нашла в чем причина. У меня подключен новый микрофон. И когда я просто нечаянно, по всей видимости, нажала, один раз кликаешь на звук на компьютере, и выходит миксер. Я кликаю на миксер, на миксер, 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 да. Я кликаю туда, и у меня выходят все мои веб-браузеры. Выходят все браузеры, и оказалось, что я на хроме просто браузер поставила на мют, на неслышимость. Я просто-напросто подняла эту штучку наверх, и у меня снова все заработало. Хотя я переколбасила вчера десятки сайтов, десятки в ютюбе пересмотрела, почему пропал звук хроми. Ну, там были какие-то... Я пробовала все. Я пробовала отключить флаж... этот флаж... флаж-шокер и всякие адоб... Ничего не получалось. Но потом до меня дошло, что что-то все-таки в самом этом. И я перековыряла все. В общем, методом научного тыка я всегда себе восстанавливаю свой компьютер. Я даже чиню компьютер методом научного тыка. Я несколько раз чинила. У меня просто зависал черный экран. Все, черный экран, и ничего больше. Я находила дебаг. Находила, как избавиться от этого. Ну, это... Это... И сейчас я такая счастливая, а у меня сегодня будет новый компьютер. Жизнь переливается всеми красками. Боже, какое счастье, какое счастье. Какое счастье. Как маленький ребенок, честное слово. Дети радуются какой-то куколке, какой-то машинке. Вот так я радуюсь новому компьютеру. Давай, пропускай меня уже. Тихо, 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 тихо. Ух! Красота, красота. Что-то мужчинки что-то там чинят. Это, видимо, они делают этот свет. Свет лампочки, по всей видимости, потому что они в электричестве копаются. Потому что все это вечером сверкает, сверкает, сверкает. Но у меня не хватает, опять сказать, времени не хватает. Так нельзя говорить. У меня достаточно времени. Просто меня не хватает на все, чтобы поехать. Вчера было представление в центре города, на озере Иола. Там был лайт-шоу тоже, этот наш светомузыкальный фонтан. Все елочки, все пальмы, все обвешаны этими лампочками. И я хотела вчера поехать. Но думаю, это после пяти ехать. Это целое дело. Где перепарковаться? Сейчас там будет тысяча людей. И честно, вот что-то мне вчера, думаю, ладно. Столько лайт-шоу после, после, уже после Диснейленда, уже как бы, уже думаю, ладно, не поеду. Но все-таки когда-то съезжу. UCF-арена, там тоже, там тоже, лайт-шоу. Ну, в общем, кругом и все, до Винтерпарки. Вчера к Болдвин парке. Ну, это просто надо брать машину и по вечерам куда-то ехать. Ну, у меня не хватает на все. Уже вечером так дома хорошо, так уютненько. Думаю, ой-ой-ой, не-не-не. Хочу дома, хочу дома. Не хочу никуда идти. Хотя, конечно, вот если меня размножить в нескольких количествах, ну, до десяти, наверное, то и то я, наверное, не успела бы все охватить, все, что происходит здесь, в предрождественские, в предновогодние вот дни. И вот она, Плаза, забита вся машинами, потому что, как я сказала, уже сегодня суббота, завтра воскресенье, всем надо покупать подарки. Каждая семья покупает всей семье подарки, и это здесь очень принято. Сметается абсолютно все, товарооборот просто зашкаливает сегодня. Ну, естественно, поэтому и большие. И плюс к этому большие скидки. Еще и поэтому, конечно, люди едут за покупками. И вот я уже подъезжаю к своему месту. Вот моя любимая панера Брэд. Боже, как я ее люблю. Я бы ела там с утра до ночи. Я бы ела вот этот свой суп брокколи постоянно, и утром, и вовед, и вечером. Но нельзя, потому что растолтею, потому что суп брокколи, он такой достаточно жирненький, плюс кусок горячей булки. Не, нельзя. Я же все еще пью соль свою, все еще хочу потерять 10 килограмм, но я их все-таки потеряю. Я стану стройнее, ужелье, стану слим. Так, здесь нерегулируемый перекресток. Так, красную машину пропускаю, серебряную, черную пропускаю. И только потом начинаю двигаться. Так, а ты что черная стоишь? Ну ладно, не хочешь стоять, стой. Ладно, я тогда поехала. Ой, какая сказка. Боже, погода потрясающая. 26 градусов тепла. Ой. Природа так и шепчет. Займи, ну выпей. Вот он мой любимый Бэсбайк. И вот она заблокировала мне. Вот спасибо очки большое. Спасибо. Мы ручкой друг другу машем, когда мы говорим спасибо. И меня много раз спрашивают, почему вы не сигналите, почему вы не благодарите огнями. Или там чем. Тут такого не принято. Тут никогда не благодарят ни огнями, ни чем вообще. Только ручкой. Только ручкой, улыбнуться, ручкой помахать. И люди это понимают. Хочется поближе втолкнуться. Я же как заправская американка. Они же будут тулиться, 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 эти американцы. Ближе, ближе, ближе. Ближе, ближе, ближе. Вот так вот. Я сейчас сюда. Вот мальчика, чтобы мне не придавить. Ой, как я красиво припарковалась. Прям сама себя люблю. Все, пошли в магазин. Пошли в магазин. Ура, ура, ура. Ура, ура, ура. Какалась с ним. На голове нифига. Я утром встала даже не это. Даже плойкой своей не воспользовалась, чтобы выпрямить себе волосы. Ладно? И так, хорошо. Все. Что даже жило лучше? Спасибо. Спасибо.